Российским срочникам неожиданно начислили выплаты, которые положены контрактникам, хотя никаких контрактов они не подписывали. Об этом рассказали в здании «Осторожной новости» двое служащих воинской части Чебаркуля — Марк Леонов и Петр Яндо. Вот что рассказал Леонов. Я ничего нигде не подписывал. Я категорически отказываюсь от этих денег. К нам с сослуживцами неоднократно приходили агитировать и очень настойчиво всеми правдами и неправдами пытались заманить на подписание контракта. Но мы стояли на своем, ничего не подписывали и отказывались от всего. Я не ставил нигде свои подписи и не собирался. Молодые люди сначала получили по 305 тысяч рублей, а потом еще по 400 вместо положенных 2500 рублей в месяц. Ситуация выглядит не просто странной, а, честно говоря, очень тревожной. Ранее солдаты жаловались на давление со стороны командования, которое настойчиво склоняло их к контрактной службе. Что же на самом деле скрывается за этими внезапными выплатами, об этом нам рассказал Иван Чувеляев, пресс-секретарь проекта «Идите лесом». Это абсолютно не случайность, к сожалению, это хитрая и уловка. Было несколько историй у нас с такими подлогами. Когда ставили просто галочку в графе подписи, и получалось, что человек, контрактник. Люди, как правило, как раз об этом узнают, когда им приходят выплаты или когда им приходят какая-нибудь бумаги на удовольствие им приносят, показывают на подпись. И они спрашивают, подождите, простите, какие выплаты, какие бумаги на удовольствие? Я срочник, у меня ничего этого не полагается. Им говорят, нет, вину срочника, вы уже контракт. Соответственно, подлог документов дико распространенный. Видимо, теперь вещь, которая будет только больше, потому что загоняйте срочников на контракт, стали куда более активны, чем это было и прежде. Главная проблема заключается в том, что контракты все бессрочные. Соответственно, с окончанием срочной службы они не возвращаются домой, они остаются в армии до тех пор, пока Путин не умрет или война не кончится каким-то чудесным образом. Единственный вариант, как тебя обезопасить от того, чтобы ты оказывался на контракте, это вообще не оказываться на срочном службе. Ранее, чтобы избежать призыва, можно было уехать за границу, но теперь, если ты в реестре электронных повесток, это уже вроде как не вариант. Менять адрес тоже стало непросто. Полиция активно отслеживает призывников. Но, тем не менее, существуют законные отсрочки по медицинским, социальным или учебным основаниям, а также альтернативная гражданская служба, которая хоть и требует настойчивости, но все еще доступна. Иван Чувеляев также объяснил, что делать, если призывник все же отказался на службе. Его подписали на контракт без его ведома. Не было никаких кейсов, никаких вообще примеров того, чтобы люди бодались. Естественно, доказать, что это не ваша подпись, наверное, возможно. И стоит. Соответственно, надо бодаться, надо нанимать адвокатов, надо договариваться. Другое дело, что находясь на срочной службе, всем этим заниматься не очень реалистично. Этим должны будут заниматься ваши близкие, которые находятся на воле. Соответственно, они должны искать адвоката, они должны добиваться вместе с адвокатом того, чтобы им показали, наконец, уже этот контракт, якобы вами подписанный. И чтобы они, соответственно, доказали, что в этом контракте вообще-то нет вашей подписи и имеет место под лог документов. Минутка дружеского пиара. Если вам и вашим близким нужна помощь, обращайтесь в Удитель СМ, правозащитники помогут избежать службы в армии. Ссылка в описании к этой трансляции. Друзья, нам нужна ваша помощь в сложном деле распространения контента. Мы без вас никуда. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на Ходорковский лайв. Будем вместе, будем на связи.